Замешающие уборки снегомашину могут наказать. Специалисты административной комиссии постоянно предупреждают об этом владельцев автомобилей. Рейды проводят регулярно, однако пока достичь желаемого результата не удается. Во дворе 13-го дома по Борисовскому шоссе сегодня шумно. Тяжелая техника очищает от снега проезжую часть, парковки и проход подъездом. На механизированную уборку в среднем уходит 2 часа. Это при условии, что все автовладельцы проявили сознательность и переставили своих железных коней на другую парковку. Уборка продвигается медленно, к сожалению. Развешиваем объявления, но машины, к сожалению, не всегда отъезжают. Очень много машин, которые стоят, как говорится, еще с осени, люди зимой не ездят. Поэтому очень много времени уходит на уборку. Если мы могли бы за день убрать 5-6 дворов, то убираем 1-2. Сложно нам, что сказать, но мы стараемся. Но как ни старайся, при наличии необходимой техники, рабочих рук, привести в порядок двор не получится, если на месте уборки стоят вот такие железные кони. Коммунальщики боятся повредить машины ковшом. Отвечать придется им. Накануне на подъездах 13-го и соседних домов Борисовского шоссе были расклеены объявления о проведении плановой очистки дворовой территории от снега. Немногие автомобилисты откликнулись на призыв коммунальщиков и убрали свои машины. Некоторые товарищи не понимают этого. Вот, например, вот этот вот стоит белая с нашего второго подъезда. Объявление было написано, а машина плюхнула, пошел. Михаил Станиславович признается, что то, как выглядит двор, ему не нравится. Все в снегу, а убрать как следует коммунальщики не могут. Остается только напомнить владельцам железных коней, что мешающую уборке снегомашину могут наказать. Специалисты административной комиссии отслеживают процесс очистки от снега дворов и улиц округа. Сегодняшний ряд производит административная комиссия администрации городского округа Сербко по просьбе о ремонтник. Управляющая компания не может почистить зону своей ответственности. Решение будет приниматься на административной комиссии. Нашей целью не стоит привлечь всех граждан к административной ответственности, именно рублем наказать, штрафом. А самое главное – почистить, чтобы люди могли пользоваться прилегающей территорией в соответствии, чтобы могли парковать свой транспорт, беспрепятственно ездить. Ну и чтобы внешне дворы выглядели, естественно, в соответствии с нормами. Десятки машин сегодня были сфотографированы специалистами административной комиссии во дворах 7, 13 и 15 домов по Борисовскому шоссе. Если будет причина уважительная, то, естественно, есть мера административного наказания в виде предупреждения. Если же люди просто игнорируют объявления управляющих компаний, то будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей. А Михаил Андреев, старший по 13 дому, призывает земляков не жаловаться на коммунальщиков, а самим не препятствовать наведению порядка во дворах.